Потрясающее настроение, в особенности, когда собраны такие интересные новости. Главное, что некоторые из них очень смешные. Но переходим к более серьезным темам. Как вы уже поняли, мы с Александром находимся по эту сторону. Значит, напротив нас уже находятся гости, которых я готова представить. В гостях у нас Михаил Пайлер, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, член Президиума Ассоциации Российских Силачей. И Алексей Савченко, мастер спорта по пауэрлифтингу, судья высшей категории по силовому экстриму. Доброе утро! Позвольте сразу вопрос, так сказать, не в бровь, а в глаз. Вот вы настоящие суперспортсмены. Есть какая-то особенность? Как начинаете утро вы? Завтрак? Суперспортсмены так же просыпаются, как и не суперспортсмены. Может быть, просто какой-то особенный завтрак? Вы знаете, всегда такой стереотип, наверное, с бодибилдерами сравнивать, что какая-то там супердиета, еще что-то. Силовики, пауэрлифтюры, стронгмены, они, да, наверное, кушают, конечно, больше, чем обычный человек. Но у нас главное – это норма белка, то есть вот ее нужно выполнять, то есть достаточное количество белковых продуктов. Вот, а так все как у людей. То есть подождите, пока кофе стоит на плите и турка подходит, сто отжиманий не делайте. 80 яиц, да, варятся там. Отлично. Три поросенка. Ну что ж, обильный завтрак, ничего не скажешь. Друзья, это, конечно же, мы шутим. Саш, очень похож на твой, кстати. Нет, я же только кофе пью по утрам, кто ты знаешь. Ну что же, мы вас сегодня, так сказать, призвали в нашу уютную студию. Немножко прохладно, конечно, извините. Но я знаю, что вам никакие холода не страшны, никакие преграды для вас не существуют, потому что на ваших могучих плечах, плечах русских богатырей был настоящий состав потянут. Ну, силовой экстрим – это направление, ну, даже из названия это понятно, которое характеризуется проверкой возможностей человеческого организма. Ну, и в основном, конечно, силовых. Есть турниры, есть соревнования по этому направлению. Ну, и есть отдельная, скажем так, дисциплина, отдельное направление. Это установление рекордов, уникальных достижений, ну, или каких-то, я не знаю, может быть, командных, вот как в данном случае, достижений. Поэтому, ну, ничего, скажем так, удивительного, что такая идея пришла в голову к нам. И, конечно, ну, это образно, да, что на плечах состав. Там есть определенные технические моменты, которые нужно будет учесть. И я думаю, что все будет реально. Как вам такая в голову идея пришла? Ведь на самом деле не поднять, там, не знаю, тысячу килограммов деревьев, а именно вот потянуть состав. Ну, мы крымчане, севастопольцы, мы следим за событиями. Естественно, что это ожидаемое событие, установление железнодорожного сообщения Крыма и континентальной России. Поэтому мысль, в принципе, это простая. Как-то поучаствовать, как-то внести свою лепту в это историческое событие. Поэтому, ну, а что мы еще можем сделать, кроме как какую-то громкую такую акцию провести, установить рекорд, ну, вот потянуть поезд. Алексей Викторович, ну, вот поговаривают, что машинист, может быть, даже и не пригодится, потому что вы очень складно это все делаете и можете передвигать состав прям... Как вы готовились к этому? Готовят. Ну, все те же упражнения. Я по пауэрлифтингу выступаю. Только конечной фазой с более такими большими весами отрабатывается. Ну, выносливость. Там нужно создать максимальное усилие. И прилагать его определенное время, пока импульс не передастся. Это, конечно, очень тяжело. Ну, вот холод вас не испугает, если будет погода такая же, как сегодня в день отрабатывания? Да мы закаленные, что нам. А как закаляетесь? Обливаетесь? Преучит. Жизнь закалена. Есть, конечно, момент определенный. Вот Алексей правильно говорит. У нас есть в силовом экстриме упражнение, когда сдвигают машины. Может быть, видели? В упряжке там на канате. Но у машины масса там максимум 10-15 тонн. И там спортсмен может ее разогнать. То есть он ее сдвигает с места и старается разогнать, чтобы сделать это быстрее, чем другие. В данном случае, когда масса превышает там 700-800 тонн, разгонять ничего не надо. Наоборот, терпеть и ждать, пока поезд сдвинется с места. И тогда он уже накатом идет сам. То есть это физика там, не знаю, какого там, седьмого класса. Хитро. Да, об этом надо помнить, потому что вот у нас произошел неприятный инцидент. На репетиции спортсмен получил тяжелую травму. Разрыв ахиллого сухожилия. Наверное, я предполагаю, потому что резко как-то дернул. То есть здесь для этого репетиции делаются, чтобы понять, как это правильно все нужно делать. А какая общая масса, которую вы двигаете? Мы 600 начинали, 12 вагонов. Я не могу сейчас вот прям точно сказать. Там мы брали прям паспорта каждого вагона, каждого это, чтобы было все достоверно. Ну, примерно 600 мы начинали и закончили где-то порядка 800. Вот. Есть еще определенный запас, но есть и технические какие-то вопросы. То есть мы будем и путь менять, ну, будем подбирать условия так, чтобы это все было достоверно и понятно. Алексей, а скажите, какая группа мышц наиболее задействована вот в таком вот натяжении поезда, назовем это так? Ну, там все группы мышц. Ну, в основном спина, ноги. Спина, ноги, да. Вы в целых тренировках наверняка делаете упор на эти группы. Ну, сейчас да. Но вообще нужно прорабатывать и стабилизаторы, и основные группы мышц. Тут напряжение такое, что где слабое, там и рвется. Так что нужно работать над всеми группами мышц. Но именно когда подходишь уже к конкретной задаче, то, конечно, уделяешь внимание именно той группе мышц, которая максимально будет включаться. Сколько человек сейчас у вас в команде? Кто будет тянуть пояс? Ну, трое. Мы решили втроем. Есть еще третий атлет Михаил Иванов. Он из Ростовской области. И он в прошлом железнодорожник. Поэтому он двойную роль выполняет. И как технический консультант, и как атлет, который будет устанавливать рекорд. Вот я хочу дополнить то, что говорил Алексей. Наверное, многие видели статуи античные борцов, цирковых атлетов, Геракла статуи. То есть они немножко от современного стандарта отличаются. У этих статуй не очень сильно развиты мышцы рук, не очень сильно развиты мышцы груди. Но зато доминирует спина, бедро, ягодицы и голень. То есть вот эти мышцы у силача должны быть максимально развиты. То есть это получается как бы характеристика именно естественного развития мышц? Несущая конструкция. То есть те самые крупные мышцы наиболее развиты. Те, которые именно несут наибольшую нагрузку и при ходьбе, и при выпрямлении, и при прыжках. То есть таких наиболее мощных движений. Не было в вашей команде каких-то сомнений, страха? А вдруг не получится, а столько придет желающих посмотреть на? Да всегда страшно, каждый раз. Каждый раз всю жизнь боимся. Тем более, когда поезд за спиной. Всю жизнь боимся, да. Но вы не переживайте, мы так понимаем, что он вас не догонит. Ну, догонит. Главное, чтобы он пошел. Догнать не догонит. Ну, это всегда интрига, любое выступление. Спортсмен как артист, перед каждым соревнованием боится, мандражирует. Ну, поддержка людей играет роль? Однозначно, конечно. Конечно. Скажите, пожалуйста, у нас, к сожалению, время подходит к концу. Вопрос вам задам, так сказать, на прощание. Какие самые главные качества должны быть у спортсмена, чтобы он смог совершить рекорд? Есть одна характеристика мастерства, очень важная, она важнейшая. Это когда атлет во время старта, во время выступления может показать результат выше, чем на тренировке. Это достигается годами. Это многим 5-10 лет. Многие вообще никогда к этому не приходят. Если ты на этот уровень мастерства вышел, значит, у тебя все шансы есть. Ну, вообще, я думаю, что Александр сейчас всю информацию узнает. Наверное, тоже хочет в спорт, хочет подкачаться. Ну, а пока наш эфир продолжается. Я напоминаю, в гостях у нас был Михаил Паллер, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, и Алексей Савченко, мастер спорта по пауэрлифтингу, судья высшей категории по силовому экстриму.